Здравствуйте, дорогие жители Республики Алтай, России! В связи с очень тревожной обстановкой, записываю к вам обращение и очень призываю вас его распространить по своим друзьям и знакомым, так как информация жизненно важная. 5 декабря в СМИ появилась новость о том, что были проведены атаки ВСУ на военные аэродромы Саратовской и Рязанской области. Сегодня депутат Гурлёв заявил о том, что атаки ВСУ могут быть осуществлены в любой точке нашей страны. То есть, если парламентарий об этом говорит, значит, есть информация о том, что это возможно. Народный совет Республики Алтай, Совет Алтая, всегда первым реагировал на самые важные вопросы. И еще месяц назад нашим советом был подан запрос в Министерство чрезвычайных ситуаций, Главное управление по Республике Алтай, с вопросами о готовности объектов гражданской обороны, о наличии продовольственных и запасов медикаментов. Сейчас нам пришел ответ на эти вопросы. Также мы задавали вопрос об обучении людей гражданской обороны и о готовности взаимодействовать. Прежде чем я зачитаю вам ответ, основные его положения, хотелось бы сделать акцент на том, что гражданская оборона в принципе существует у нас со времен Советского Союза. На существование гражданской обороны выделяются средства. Есть достаточный штат специалистов, который на постоянной основе этим вопросом занимается. Вне зависимости, есть чрезвычайная ситуация, есть угроза военного конфликта или нет. Нам пришел ответ из Министерства чрезвычайной ситуации. Я считаю, что это нужно знать всем жителям Республики Алтай и России. Во-первых, по вопросу о готовности объектов гражданской обороны нам был дан следующий ответ. В связи с тем, что организации проведения мероприятий по гражданской обороне, в том числе предоставления коллективных средств защиты населения, то есть это те же самые противогазы, маски, входят в полномочия исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и муниципальных образований Республики Алтай. Ими организован и проводится учет заглубленных помещений подземного пространства, предназначенных для укрытия населения, в число которых входят подвалы, цокольные этажи, здания и так далее. Для получения информации о расположении заглубленных помещений подземного пространства, предназначенных для укрытия, рекомендуем обратиться в администрацию муниципальных образований по месту жительства. То есть в каждом муниципальном образовании глава администрации ответственны за гражданскую оборону и объекты гражданской обороны в вашем муниципальном образовании, в вашем районе. Поэтому вы можете по месту своего жительства подать запрос, мы готовы с вами поделиться и узнать, где располагаются данные объекты укрытия для людей, склады с продовольствиями на случай чрезвычайных ситуаций, есть ли они вообще. На вопрос о том, есть ли курсы гражданской обороны для населения, был дан следующий ответ о том, что курсы проводятся на предприятиях, если это работающее население, то есть в организациях, вне зависимости от количества людей. И в образовательных учреждениях для тех, кто обучается. Это студенты, это школьники. Поэтому если у вас на предприятии не проведена работа по гражданской обороне, пожалуйста, со своих руководителей требуйте проведения такой работы. И не для галочки, а реально изучить хотя бы основу гражданской обороны. Для неработающего населения в Республике Алтай предусмотрено бесплатное обучение на базе учебно-конституционных пунктов. Их у нас в Республике 26. Согласно ответу, они располагаются по одному учебно-конституционному пункту в Горно-Алтайске, Майминском, Турачакском, Улаганском, Ангудайском и Кушагачевском районах. По два в Усть-Канском районе, четыре УКП находятся в Чойском районе, 14 учебно-конституционных пунктов находятся в Шиболинском районе. Граждане, относящие к категории обучаемых неработающих, имеют право обратиться в администрацию муниципального образования для проведения с ними консультации по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Пожалуйста, обращайтесь. Обязательно обращайтесь. Мы также задавали вопрос по наличию продовольствия и других необходимых запасов на случай ЧАЭС. Нам был дан вот такой ответ. Основа запасов гражданской обороны составляет имущество резерва материальных ресурсов Республики Алтай для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Фактически запасы созданы над суммой 37 миллионов. Из всего, что я вам сказала. Из них 5 миллионов на медикаменты и медицинские средства. То есть эти запасы, они имеются. И вот тоже у нас с вами большая задача это проверить, в каком состоянии. Получается, что на данный момент в связи с теми обстоятельствами, которые я вам озвучила, про угрозу атаки, про угрозу ракетной атаки, нам действительно жизненно важно действовать и понимать, что только мы можем с вами себя спасти. Мы, Народный Совет Республики Алтай, входящий в огромную общенародную организацию, Общенародный Союз Возрождения России, общероссийский, просто призываем всех жителей Республики Алтай России организовывать на местах Комитета Народного Спасения. Это такая форма самоорганизации, как форма Совета, когда просто люди объединяются, в данном случае, для защиты своих жизней. Комитет Народного Спасения занимается тем, что взаимодействует с органами власти, то есть вам необходимо подавать документы, запросы в администрацию, в местные управления, ЧАЭС, о том, где находятся объекты гражданской обороны, в каком состоянии, продовольственный медицинский запас. Комитет Народного Спасения занимается тем, что элементарно проходить курсы, обучаться той же оказанию, той же медицинской помощи первичной и другим навыкам выживания. Дай Бог, это не понадобится. Но мы, как видим, что сейчас происходящее, к сожалению, у нас подталкивает к тому, что мы это должны знать обязательно. Комитет Народного Спасения также занимается тем, что, когда вы самоорганизуетесь на местах, построите Совет, на случай чрезвычайной ситуации гораздо больше шансов действительно выжить и благополучно пройти тревожное время именно в коллективе. Призываем всех координироваться, объединяться, наконец понять, что сейчас действительно стоит вопрос жизни и смерти, и нам просто необходимо быть к этому готовыми, к любой ситуации. Это не паника, это не запугивание, это просто адекватная реальная оценка происходящего и подготовка к ней. Все это должны четко понимать.